Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме», как мы уже анонсировали в нашем эфире. Писатель Марк Яковлев, автор книг «Бродский и судьбы трёх женщин», Одиссея Катабродского, ряда книг, стихотворений и пьес. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да, напомним, телефон напрямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, Напомним, что 24 мая, воскресенье, Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. И литература Бродского актуализировалась как-то в последние лет 15-20, ну даже в последние два месяца, потому что, мне кажется, только Лениву не вспоминал, не выходи из комнаты. Но в целом, как вам кажется, такое чувство, что именно Бродский из всех поэтов того времени, его времени, он как-то наиболее сильно отложился в памяти других русских литераторов современности. Вы совершенно правы. Вы знаете, я хочу подчеркнуть, парадокс еще заключается в том, что к нему стали обращаться молодые люди, молодежь. То есть это, как я говорю, поколение постумов, те, кто родились после смерти героев. То есть постумы – это в древнеримских именах приставка, которая говорит о людях, которые родились после смерти отца. Так вот это поколение, кому сейчас от 18 до 25 лет, неожиданно для меня стало обращаться к Бродскому. Как вы думаете, почему? Я пытался себе ответить на этот вопрос. С чем связан ренессанс Бродского у современной молодежи? Ну, из того… Да, извините. Ну, я предположил, что потому что он в нем какая-то действительно двойственная фигура, он принадлежит как будто бы и России, и Америке, и два языка, две культуры соединяются. И проза, и поэзия тоже объединяются в себе. Ну, таких людей, в принципе, да, это так. Но таких ведь много. И Набоков, например, принадлежит и американской, и английской культуре, и российской культуре. Я для себя сформулировал, Олег, следующее. Я считаю, что прежде всего молодежь обращается к нему, потому что наше время – это время фейковых новостей. А молодежь всегда, во все времена, неважно, в древности, в средние века или в наше время, она ищет правду. Это свойство молодого поколения. И сегодня молодежь находит эту правду в стихах Бродского, какой бы горькой она ни была, и какая бы дрожь нас ни колотила от этой правды. Помните, как он писал? Друзья мои, я вам в лицо смотрю. Друзья мои, Алла сколотит дрожь. Друзья мои, я правду говорю, но дьявольски похожую на ложь. И вот я хочу сказать, что не случайно, вот говоря о том, что наше время – это время фейковых новостей, не случайно Алвис Херманис, который хорошо чувствует пульс времени, он всегда на острие времени, он ставит сейчас сериал «Агентство». этот сериал, а как так называемом рекламном агентстве, которое на самом деле занимается производством фейковых новостей, которые прежде всего направлены на молодежь. И вот это первый фактор, очень важный. Правда в стихах Бродского и почему молодежь притягивается. Ну, я еще заметил такую тенденцию, особенно вот действительно в последние годы. Вот, скажем, 24 мая был концерт, посвященный Бродскому, где песни на его стихи исполняли современные исполнители, в том числе Баста, Нойз МС. До этого многие рокерские группы делали музыку на основе его текстов. Туда, кстати, и Сплин, можно вспомнить, который вот сегодня день рождения. Есть такое ощущение, что он не единственный, опять-таки, потому что тот же Нойз МС делал по Мандельштаму, у Сплина есть песня по Маяковскому, но Бродский, у него очень ощущение, что его ритмика и его лирика, она очень схожа с музыкальной ритмикой и лирикой, и она хорошо ложится на такие околорокерские музыки. Я бы добавил одно слово, Евгений, с современной музыкой, с современной. Потому что, знаете, вот раньше, как это ни странно, ну, возьмите, вот у Акуджава стихи, да, которые прекрасно ложатся на Мунаму, прекрасно, получаются замечательные песни. А у Бродского было немного песен, вот возьмите, лет 20 назад, потому что стихи глубокие, потому что на глубокие стихи тяжело написать музыку. А вот современная музыка, вот то, что вы назвали, Евгений, то она хорошо, хорошо, право. — Ну вот еще хотелось бы по поводу отношений Бродского и современности. Я не знаю, насколько вы читали новости, что 24 мая в Санкт-Петербурге напротив его дома-квартиры нарисовали граффити с его изображением на стене, которую через сутки закрасили, потому что на школах рисовать нельзя. А на следующий день на этом белой полосе появилось стихотворение. Вначале там были стихотворения Бродского, потом мы написали стихотворение в честь вот этого события и так далее. В общем, там сейчас происходит война за Бродского. — Да, за Бродского. Вот как-то это просто совпадение или это просто продолжение действительно борьбы Бродского и государственности какой-то? — Ну, понимаете, в некотором смысле это так, а в некотором смысле Бродского государство взял на вооружение, понимаете? То есть он не запрещен совершенно в России, его, так сказать, кругом читают и поют. Но я хочу сказать, что вот этот дом, где он жил, там же собираются делать квартиру музея. И очень долго. И, наконец, выкупили эту коммунальную квартиру всю. Слава богу, нашлись люди, которые, так сказать, сумели это сделать. Но вот и хотели даже сделать открытие квартиры музея, ну вот к юбилею, к 80-летию. Но, к сожалению, это не удалось, потому что вот и пандемия там, и все, то, что мы все сидим по своим, так сказать, домам. Вот. Я хочу еще заметить одну вещь. Вы знаете, вот все-таки молодость — это пора любви и, так сказать, страданий по этому поводу переживаний. У Бродского очень много стихов, связанных со страданиями неразделенной любви. «Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существование для тебя». Вот он же 20 лет, наверное, писал стихи, посвященные Марии Марьковой, там, с инуциалами М.Б. И это была его одна из ведущих темы в лирике, в любом. Ну, и еще все-таки, вот, мне кажется, образ такого непрекаянного молодого человека, который, ну, вот, у меня какие-то параллели все равно возникают. Цой Бродский, потому что, как Цой, условно говоря, который жил кочегаром, писал стихи, и, ну, вот, был вот вне времени, вне пространства, ну, противопоставлял себя. Вот, и, наверное, и Бродский был первым, кто тоже вот постарался вне советской системы оказаться. Нет, ну, Олег, нет, он не был первым, кто хотел оказаться. Но он был одним из тех, вне всяких сомнений. Я сейчас послушал, вон, Иван Толстой делает передачу об Аркадии Белякове, который написал книгу о Тиньянове, который написал книгу об Олеже, и который был, конечно, совершенно вне этой системы. Я хочу сказать, что Бродский, конечно, был одним из них, но он был единственным, кто пробил эту брешь. Вот в чем дело. То есть он был в некотором смысле, он был в некотором смысле помазанником Божьим. То есть Господь его все-таки хранил. И вот это вот, любимчик Бога, это очень важно. Но, как говорили древние, избранники или любимчики богов умирают молодыми. Вот это, с одной стороны, он был действительно храним Богом, потому что, понимаете, риски, которые у него были, гигантские. У него была болезнь сердца с детства. Он все время боялся, что это может оборваться в каждый момент. И отсюда его пристальное внимание, я считаю, к теме смерти. У него никто, может быть, столько не писал о смерти, сколько Бродский. Понимаете, это первое. Второе – судилище, которое над ним устроили. Третье – там ссылка, там психушка и так далее, и так далее. То есть у него было рискованных ситуаций очень много. Но вот то, что рука Господа, я бы так бы сказал, его хранила, это было, конечно, великое счастье. Ну вот есть такой, не знаю, стереотип, может быть, он правдив, может быть, не совсем, что у Бродского много, ну, как мы говорили, он написал по-русски и по-английски, но по-русски он писал в основном стихотворения, а по-русски он в основном писал прозу, эссе. Вот, как вам кажется, когда он все-таки уехал из Советского Союза, стал жить в Америке, там, в Италии, нет ли такого, что вот это отсутствие внешних... Третьи, ряды, языка, да? Ну, не только даже языка, но что в Советском Союзе ему приходилось продираться, и это создавало в нем это трение, которое рождало стихи, что этого трения стало меньше, и поэтому он перешел скорее вот в прозаическую стезю. Евгений, хороший вопрос, я хочу сказать первое. На мой взгляд, по моему мнению, если Бродский не уехал из Советского Союза, он бы не стал Бродским, он бы там угас. Вот он бы писал, он бы мыкался, метался и так далее, и так далее, но он бы никогда не пробился, никогда бы не стал Нобелевским лауреатом, он был бы закупорен в этой душной слифе. Внутри, да, это первое. Второе, знаете, друг Бродского Исаия Берлин, но знаменитый, СССР и так далее, он говорил, что стихи можно писать только на языке своего детства. Понимаете, и Бродский, когда он оказался на Западе, в Америке, то он пытался писать на английском языке, и стихи тоже. Но это было другой, то есть для американцев это было, так сказать, не очень понятно, поскольку все-таки поэзия растворена между строк, вот так было показано. А проза, она, конечно, прочная. И вот Нобелевку, на мой взгляд, западному читателю, он стал более, так сказать, понятен и доступен именно через прозу, через его эссе, через набережь неисцелимых. Вот у меня много знакомых, которые читали его на английском, понимаете, и это очень важно. А стихи нам ближе, потому что мы просто говорим на этом языке, он для нас родной, и родной для Бродского, и мы его прекрасно понимаем. В этом разница. Но вот вы сказали, что современная российская власть пытается присвоить Бродского, несмотря на то, что этот образ вроде бы вот как раз-таки несколько анархичен и противостоит такой вот, ну, государственной линии. Вот как это можно совместить вроде бы? Олег, не присвоить, а приватизировать. Приватизировать. Они все приватизируют, вот Бродского тоже приватизируют. Ну, я хочу сказать, ну, понимаете, идет, мы обращаемся, мы возвращаемся к той же теме. Идет действительно такая крупная, так сказать, информационная, так сказать, битва за умы людей. И поэтому в этой битве, так сказать, любые средства хороши. Бродский был, конечно, он был не сторонником... Что? Нет, мы не слушаем. Он был, конечно, не сторонником советского режима, советской системы и так далее. Он был явный. Хотя, вот, понимаете, он не считал себя диссидентом. Хотя он мыслил по-другому. Диссидент мысли еще по-другому. Он не считал себя диссидентом. Он не считал себя эмигрантом. Он не считал себя евреем. То есть у него было такое, знаете, он хотел быть котом, который гуляет сам по себе. И он все время говорил, Олег и Женя, он говорил, что в будущем, в реинкарнации, в будущей жизни он будет котом. А вот Барышникова он называл мышь. Вы знаете, да? И на 40-летие Барышнику в 88-м году он подарил ему свою фотографию и на обратной стороне написал шуточные стихи. «Страна родная широка, но в ней дожить до сорока Ни мыши, ни ее коту, ни в моготу». Ну вот и ответ на вопрос, понимаете, о отношении его к системе. Ну да, если это непонятно, потому что, если читать там его стихотворение, ну вот, например, «Конец прекрасной эпохи», он уже очень противогосударственное. Именно с точки зрения России, потому что вот то ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых, остающихся в три частей, чересчур далека. Это же, во-первых, до сих пор актуально, к сожалению. А во-вторых, мне кажется, очень сложно читать эти стихотворения и оставаться сторонником государственности современной. Ну, понимаете, любой... Вообще, Евгений, ведь... Ну, давайте возьмем крупных поэтов. Ну, возьмем Данте, да? Ну, Данте был таким... Олег, ну... Вы можете повторить, Данте был... Данте был таким же изгнанником из Флоренции, как Бродский из Ленинграда. А Видий тоже был изгнанником. Изгнанником Гейна тоже был изгнанником. Поэт и власть – это всегда конфронтация. И я хочу заметить, вот я тут выступал недавно, и я хочу заметить, вы обратите внимание, поэты вообще – это группа риска. Вот обратите внимание, сколько смертей у великих русских поэтов. Пушкин, Лермонт, Цветаева, Есенин, Маяковский. То есть поэты – это группа риска. Как сейчас врачи в эпоху коронавируса и пандемии. И в сущности, Олег, врачи... Поэты и в сущности являются врачами. Врачи только лечат нам тело, а поэты лечат нашу душу. Понимаете? И как сказал Бродский, я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты. Так вот, поэты пытаются сделать так, чтобы наши души не приобрели смертные черты. Не могу не спросить еще один вот такой момент, штрих к биографии Бродского. Его отношение с другими писателями, поэтами, в частности, вот в эмиграции, кажется такое чувство, что он тяжело сходился с людьми. И достаточно известно, что Аксенов был на него обижен за то, что они очень крупно поссорились даже. Вот он принципиально... Ну вот это было что-то? Проявлением принципиальности или... Я думаю, Олег, я думаю, понимаете, конечно, у него было... Он, может быть, и не выдавал этого, но чувство обиды на то, что его не пропускали в Советском Союзе, а того же Евтушенко, Аксенова и так далее. То есть они печатались, а он не публиковался. Это, конечно... Посмотрите, как он к Довлатову относился. Замечательно. Он его всячески проталкивал и так далее. Потому что Довлатов был изгоем в Советском Союзе. Понимаете? То есть он поддерживал тем, тех, кому нужна была эта поддержка. В этом смысле. И поэтому, может быть... И потом он был вообще-то... Знаете, он был таким правдолюбцем, Олег. Жень, вот Барышников вспоминает. Он всем в лицо говорил правду. Когда жену Барышникову спросили, какая главная черта Бродского, она так и сказала. Он всем режет правду матку в глаза. И когда Барышников подвел Бродского, чтобы уже знакомить им с Леонардом Бернстайном, выдающимся музыкантом и все, Бродский, который себя считал вообще авторитетом во всем, сказал Бернстайну, ну, у вас там Моцарт еще ничего, но Гендель просто никуда не годится. Барышникову чуть не хватило инфаркта от этого. То есть, понимаете, он себя считал как бы судьей во всем. Он мог по всему сказать каждому человеку правду. Ну, такой характер был. И, кстати, этот характер позволил ему пробить эту стену. А вот, кстати, как это сочетается? Потому что обычно считается, что поэты — это люди, сомневающиеся в себе, в своем творчестве, в окружающей мире, во всем. А получается, что Бродский, он или приобрел, или она всегда была, у него вот такая уверенность в себе, в своем мнении, в своем... В хаизме-то, да. Ну, наверное, это черта характера, понимаете, Евгений. Ну, таким же был и Гейн, таким же был и Данте. Вот, кстати, парадокс. Кстати, Данте прожил столько же, сколько и Бродский. Ну, Бродский немножко не дожил до 56 лет. Вот, там, 4 месяца. Ну, и Данте умер в 56 лет. Я хочу сказать, что каждый поэт... Возьмите любого современного. Они все поэты считают себя гением. Все. Понимаете? Я тоже писал стишки и считал, что я гений. И если вы написали пару стихов, то они тоже для вас гениальны. Я хочу другое сказать. Я хочу сказать, что вот меня больше всего в Родске поразило... Я жил в советское время. Олег, вы, наверное, тоже жили. Вы понимаете, мы были в системе, и мы не понимали, в какой системе мы живем. В некотором смысле Бродский – это коперник, который сказал все-таки, а все-таки она вертится. И вот Бродский понимал, что система не та. И что она вертится. Вот, то есть, это люди, которые видят дальше своего круга. Я, например, не видел дальше. И мои друзья. Мы жили нормально, как все живут. Понимаете? Учились, закончили там университет, работали. Любовь к Маркову. Ну и так все. Тоже нельзя не спросить, где интересен такой факт, что 24 мая был юбилей не только у Бродского, но и у другого великого российского писателя, тоже Нобелевского лауреата, Михаила Шолохова. 115 ему было бы, но почему-то в интернете, в мероприятиях, в освещении СМИ и так далее, Бродский заполонил пространство культурное, а Шолохов как-то остался в стороне. Возвращаясь к вопросу о влиянии Бродского, как так получилось? Хотя, ну, действительно, Нобелевский лауреат в российской культуре таких всего пятеро. Великий, действительно, писатель, его дон, но это большой эпичный эпос российской культуры. Но в юбилей как-то забылся. Женя, я бы так сказал. Дело вот в чем-то. Это действительно, Тихий дон, действительно, великий роман и так далее, но это роман, сконцентрированный на одном времени. А Бродский пишет о вечных вещах. Он пишет о времени, он пишет о языке, он пишет о жизни, он пишет о смерти, он пишет о любви, о старении. То есть он взял более широкое поле, которое понятно многим поколениям. Конечно, некоторые из молодежи прочитают там Тихий дон, а потом, прочитав поднятую целину, они забудут вообще, они сразу... Я хочу сказать, что Бродский более широк. Он, как бы сказать, на все времена. Он на все... А Шолохов только вот на это время гражданской войны и то, что он писал в этом районе. Ну, вот так бы я объяснил, не знаю, что Бродский вечен и в своих категориях, а Шолохов локален в своих категориях. В школьной программе вот Бродский бы занял какое место, когда вообще можно изучать, начинать Бродского, поймут ли... И стоит ли, не отпугнет ли это наоборот? Ну, во-первых, вы знаете, никогда его в школьной программе изучать не будут. В российской, это во всяком случае, понимаете. Его уже не изучают и в английских университетах, и в американских тоже. Я бы сказал, если мы будем... Это абсолютно точно. То есть Бродский, вот несмотря на то, что он там популярен и так далее, все-таки он квалифицируется как тремя, так сказать, можно сказать, тремя факторами. Он, первое, еврей, диссидент и мигрант. Вот эти три фактора, как сказала Нина Ивановна Попова, директор музея Ахмад, она сказала, достаточно для того, чтобы не войти в школьную программу. Это первое. Второе. Ну и не надо, наверное, этого изучения, потому что начинать надо Бродского читать, на мой взгляд, уже лет в 30, потому что нужен какой-то опыт, нужны хорошие мозги, потому что его стихи непростые. И понимать их действительно молодому человеку в 18-е тоже нелегко. Я, например, считаю, что «Война и мир», который изучает в школе, или там что, Анну Каренину. Ну как можно Анну Каренину изучать, я не знаю, в 10-м классе, в 11-м классе? Да, к сожалению, время наше подходит к концу. Уже нам приходится заканчивать. У нас на связи был писатель Марк Яковлев. Мы вот обсуждали Иосифа Бродского в связи с его 80-летием. Спасибо. Спасибо вам большое, Марк, и до новых встреч. Обязательно надеемся услышать и увидеть вас в нашем эфире. Да, пока. До свидания. До свидания.